Мне очень приятно с вами познакомиться онлайн. Сейчас, секунду. Сейчас я настроюсь чуть-чуть. Да, можно, знаете, вот это вот расстояние, которое вот над головой, его вот, знаете, у нас на телевидении говорят, воздуха много. Ну, я за воздух, вообще-то. У нас на телевидении, знаете, должен быть вот такой план, чтобы было чётко. Так, хорошо. Супер, супер. Как ваши дела, как проходит ваш карантин? Ну, мой карантин, у меня карантина нет. Есть карантин вокруг, а у меня нет. В это время у меня очень много дел. Я перемещаюсь, дочь ходит в садик. То есть, в общем, мы живём полноценной жизнью. Супер, супер. Я очень рада, что у нас сегодня с вами прямой эфир. И для нас, конечно, для всех, кто читал вашу легендарную книгу «Материнская любовь», это такое счастье вообще сегодня с вами разговаривать. Вы знаете, Динара, не все радуются, прочитав мою книгу, и хотят со мной встретиться. Есть люди, которые резко отрицательно начинают относиться ко мне, потому что… Ну, вы понимаете. Если вы читали, то вы понимаете, почему. Ну, вот, кстати, мы сегодня, у нас, конечно, тоже есть к вам вопросы, да, но вопросы такие абсолютно адекватные, потому что, вот, по крайней мере, поколение, моё поколение, да, мы хотим дать своим детям самое лучшее, что мы можем дать. Это языки, образование, да, но при этом мы не хотим мешать. То есть я за то, чтобы каждый человек жил своей жизнью, вот, как вы пропагандируете, да, что даже в природе, то есть животное рождает нового детёныша, но оно и вокруг него там не бегает. Вот, Анатолий Александрович, в своих книгах вы говорите нам, что чрезмерная материнская любовь приносит только страдания и разочарования. Подскажите нам, как правильно любить детей и как быть мудрым родителем? Чрезмерная, да, чрезмерная приносит только проблемы, причём огромное количество проблем, широкий спектр, от здоровья до реализации в жизни детей, создания семьи, затруднения, рождение у них детей затруднённое или вообще их, они отсутствуют, огромное количество, вплоть до ухода их, раннего ухода из жизни. То есть широчайший спектр. А с чем это связано? Вот как понять градус любви? Ну, связано, вы уже сами сказали об этом, в природе-то другие законы, и мы же, вообще-то, люди природные, мы же, как говорится, из праха земного созданные, поэтому мы довольно чётко следуем природным законам, по крайней мере, наш организм и первичные наши социальные вопросы, они решаются в соответствии с природными законами. А мы нарушаем закон природы, и поэтому за каждое нарушение приходится отвечать. И часто отвечают родители не своими даже проблемами, а косвенно. Проблемы возникают у их самых любимых чад. То есть таким образом родители наказывают гораздо сильнее, чем если бы он сам страдал. Согласитесь, что многие родители готовы сами страдать, лишь бы дети не страдали. Но, чтобы родителей научить, возникает проблема у детей. Болезни и прочее, прочее, я говорю, вплоть до ухода из жизни. 80% всех детей, ушедших раньше родителей из жизни, это по этой причине. Именно по причине избыточного родительского чувства. 80%, представляете? Это очень большой процент. А вот как понять, я, например, люблю своих детей, где мне останавливаться, да? Я же не знаю, много я люблю, сильно я люблю, мало я люблю. То есть сложно контролировать. Вы знаете, конечно, здесь таких тестов нет. Допустим, что-то померил, подходит, не подходит. Нет. Здесь косвенные, но они вполне адекватные, их можно увидеть. Себя вы в системе ценностей, жизненных ценностей, в своей жизни, себя на какое место ставите? Я себя ставлю на первое место. Супер. Но вот это уже, это уже показатель. Это уже говорит о том, что у ваших детей проблем будет значительно меньше, чем у тех, кто поставил детей на первое место. Гарантированно у вас будет меньше проблем. Дальше, второй вопрос можно задать. Кого вы больше любите, мужа или детей? Ну, я в разводе, поэтому я люблю детей. Ну, тогда я бы сказал, а мужчин вы любите, мужчин вообще вы любите? Люблю, но детей люблю больше. Ну, вот здесь у вас, видите, у вас, значит, наполовинку решён этот вопрос. Вообще, мужчина и женщина, вот основа жизни. И, ну, вот представьте такую картину, такой образ. Солнечная система, ну, все представляют её из школьного курса, там, физики. Солнце светит в центре, да? И вокруг крутятся планеты. И вот это крутится уже миллиардами лет. Всё это в высочайшей стабильности. А теперь представьте, представьте, что вместо Солнца на первом месте будет Земля. А Солнце где-то вот на обочине. Что получится? Начнётся хаос. Развалится вся солнечная система. Так и происходит в жизни. Если в Солнце, то есть пара, муж и жена уходят с первого места, оставят детей, то разрушается вся система, вся конструкция. И тогда возникают огромные проблемы. Разрушаются семьи, уходят мужчины, даже часто мужчины и жизни уходят. Ну, в общем-то, много всего. И дети, и часто дети уходят. Потому что они разрушили всю систему. Анатолий Александрович, а на каком месте, вот получается, на первом месте ты, на втором месте твой муж и на третьем месте, получается, дети, да? Не совсем так. Но вы близко уже к этому, к сути. Значит, на первом месте вы до тех пор, пока вы одна. Но если у вас появляется желание иметь рядом мужчину, то вы тогда, пожалуйста, подвиньтесь и на первом месте освободите площадочку и для мужчины. То есть просто вот пока нет реального мужчины, просто есть желание. Тогда просто нужно освободить место рядом с собой на первом месте я и мужчина. Потом, потом на втором месте не дети. А на втором месте пространство жизни. Дом, всё необходимое. То есть, знаете, нужно создать условия, чтобы приводить детей. А то часто же у нас как получается? Пару не создали, условий для жизни нет, но уже зачали и родили. И начинаются проблемы. Проблемы бытовые, проблемы психические. То есть, в общем, много проблем. Поэтому сначала нужно выстроить пару. Вот я и мужчина, мы на первом месте. Мы самая большая ценность. Мы то солнце, которое начинает светить. И вот тогда создаём пространство жизни, комфортное для нас и для детей, чтобы было куда их привезти. Создали пространство жизни, а потом приглашаем детей. Вот тогда всё идёт естественно, понимаете, как в природе. Ведь птицы готовят гнездо сначала, потом приводят детей. Они сначала приводят своих детёнышей, а потом... Начинают бить гнёзда, да? Да. Всё же в природе всё показано, всё естественно. Но если в жизни всё пошло не так, как ты планировал, да, и система твоей ценности вот немножечко не получается так, вот как задумано природой, да, как вот задумано, чтобы была естественная система ценностей. Если мы нарушаем, да, и чаще всего у нас, по крайней мере, в Казахстане большинство, конечно, на первое место всегда ставят детей. То есть вот следующее поколение. Я улыбнулся, потому что вы назвали Казахстан, но Казахстан не самая критическая страна в этом плане. у меня эта книга «Материнская любовь» вышла на восьми языках, и вот когда она вышла в Италии, там даже начались протесты против этой книги, потому что итальянские мамы, по-моему, это «Мамма миа», это что-то запредельное. То есть они были против, да, этого? Конечно, конечно. Потому что как так? Это же их устои, это их основания. Анатолий Александрович, а вот вы когда вообще решили написать эту книгу «Материнская любовь», вы проводили исследование? В общем, на что опираются ваши знания? Конечно. У меня же очень большая практика. Книгу я написал в 2004 году, она вышла, а я начал работать с 90-го года. То есть где-то лет 13-14 я практически занимался всем этим вопросом. Всё проходило через меня. Все эти тысячи консультаций, разборок посемейных, это всё показывало верность того, что я увидел. Я писал потом. Вот вы говорите, что когда чрезмерно любишь своего ребёнка, что это опасно и что может приводиться к самым тяжёлым последствиям. Вот вы в своей книге приводите примеры из жизни. Я вот сама знаю истории из жизни, когда ребёнок вообще уходил через суицид из жизни. Или ребёнок заболевал какой-то сложной болезнью, онкологией, например. С чем это связано? Что делала мама неправильно? Механизм простой. Понимаете, когда... В природе же, вы знаете, природа очень гармонична. Поэтому там всё развивается естественно. И когда человек нарушает эту гармонию, мир, природа пытается это нарушение убрать, устранить то, что нарушает. И если мама... Это вот чисто просто так образно. Если мама высовывает ребёнка выше себя, то его стараются убрать. Он не должен быть выше мамы, не должен быть выше отца. Ведь что получается? Это же только... То есть и вот ребёнку, у него или болезни возникают, или даже его убирают из жизни. Потому что он не на своём месте. Он не должен быть в этом состоянии. Что ещё здесь происходит? Смотрите, когда мама ставит ребёнка выше себя, соответственно, чаще всего она ставит его и выше отца. Ну, как правило, это всегда в паре идёт. То есть отец и мать отодвинуты на второе место, когда ребёнок на первое место. При этом происходит сильнейшее нарушение вот этих отношений в паре. Мужчина чувствует себя ущемлённым. Неосознанно. Он даже этого может не осознавать. Но по природе, вся природа в нём бунтует. И он начинает себя агрессивно вести в адрес и жены, и в адрес ребёнка. Часто говорят о том, что отцы не любят детей или мало там любят детей, или агрессивны в сторону детей. Это бывает только в семьях, только в семьях, где мать поставила детей выше отца. И отец, не осознавая, ещё раз говорю, не осознавая даже этого, просто по природе своей старается убрать то, что мешает, что стоит между мужем и женой. Понимаете? Понимаю. А как правильно воспитывать детей? То есть как уделять, получается, то есть вот ты родил ребёнка, до трёх лет научил его ходить, ходить с ногами, ходить в туалет, кушать. Всё. Три года ребёнку, он начинает уже в пять лет осознанный возраст, он начинает жить. Вот, допустим, сколько времени вообще нужно уделять ребёнку? Как его направлять? То есть вот, я так понимаю, вот прочитав вашу книгу, я ещё давно её прочитала, то есть ты не должен всё время как коршун, да, всё время находиться, оберегаясь там, не дай бог, кто подойдёт к моему ребёнку. То есть вот какие-то вот параметры могли бы нам объяснить, да, сколько времени уделять детям? Вы знаете, вот здесь опять же тот же самый простой тест, о котором я сказал в начале. Сколько времени вы уделяете себе? Сколько времени мужу? И вот это ни в коем случае не должно быть меньше, чем вы уделяете время ребёнку. То есть всё должно быть пропорционально, да? Обязательно. И причём пропорции, когда вы и муж получаете большее, а ребёнок поменьше. Понимаете? Детям важно не то, что их любят. Вот родители находятся в глубочайшем заблуждении, считая, что детям важно, чтобы их вот любили вот так. Это неправильно. Детям важно, чтобы родители любили друг друга. И тогда вот это Солнце, о котором вот тот образ солнечной системы, тогда Солнце активно, оно светит, когда муж с женой любят друг друга. Тогда Солнце светит. И детям хватает и тепла, и света. Но когда... Представляете, ну представьте ту же опять же солнечную систему, когда Солнце вдруг соберёт все свои лучики и направит на Землю и скажет, какой ты мой любимый, какая ты моя любимая. Ну и что от Земли останется? Один пар. Потому что избыточное вот это чувство в адрес ребенка корежит его. Он не может расти естественно. Он пытается сопротивляться этому. У него агрессия в адрес родителей. И часто мы видим, когда уже взрослые дети негативно относятся к родителям. Когда это есть, я сразу иду в детство. Наверняка родители, а в первую очередь мама, скорее всего, избыточно его контролировала. И он от этого гнёт, он его впитал, и он ей возвращает всё. Особенно если он... Вот сыновья, бывает, пьют. Такие дети, выросшие в такой семье, как правило, это социально опасные элементы. Они или в алкоголике, они или в наркоманы, они или игроманы. И вот такой сын, задавленный в детстве, он потом во взрослом состоянии матери возвращает эту агрессию, это давление. То есть это вот как раз таки, это те избалованные дети, да? Да, да. Но слово избалованные, не всегда под словом избалованность понимаются какие-то материальные блага. Нет. Это контроль. В первую очередь, контроль и давление. Контроль и давление. Всё контролировать. Мать всё контролирует. Где ты, куда, когда пошёл, с кем, когда тут. И так далее, и так далее, и так далее. Вот это вот постоянно... Ой, что с ним там? Как он, где? То есть, понимаете, вот это всё, конечно, очень сильно сказывается на жизни детей. А как воспитать, вот скажем, про пропорции мы поняли, что мы на первом плане поняли. Теперь вот нужно понять, как воспитать... Вот у меня сын и дочь, да? Как воспитать настоящего мужчину? Вы знаете, женщина может воспитать настоящего мужчину и сына, даже если нет рядом мужчины. Я не хочу ничего плохого сказать о мужчинах, но настоящая женщина гораздо лучше воспитает сына и сына мужчины. Почему? Потому что мальчик, у него в природе заложено взаимоотношение с женскими энергиями. Это его, ну, его смысл жизни. И когда в матери звучит не мать, а женщина, вот почему я слово женщина говорю, женщина, то он автоматически начинает раскрываться, как мужчина. То есть, рядом с матерью-женщиной он раскрывается, как мужчина. А если рядом мама-мамочка, то в нем мужское гаснет. Поэтому, если вы хотите воспитать сына без мужчины, вполне это возможно, вполне возможно. Только будьте рядом с ним максимально в женском состоянии. Ну, к примеру, утром вы ходите из спальни, вы должны быть причесаны, все так, одеты, соответственно, разговор с ним уважительный и так далее. То есть, все должно быть. Рядом с вами находится мужчина. И вот относитесь к нему так. И он это будет впитывать, и он на этом будет воспитываться, на этом будет расти. Суть. Суть вот именно такая. Рядом с женщиной, мужчина, мальчик, точнее, превращается в мужчину очень быстро. А как воспитать тогда идеальную дочь? Ну, идеальную, вы знаете, это слово идеальное я не очень принимаю, потому что идеалов практически нет, потому что мы все все уникальны. И нужно понимать, что нельзя из сына, дочери воспитать похожего на себя, там, на отца, на дедушку, бабушку и так далее, и так далее. Это ни в коем случае этого делать нельзя. Каждый приходит уникальностью своей, и эту уникальность он должен реализовать. Если вы будете мешать реализовываться уникальности ребенка, он будет воевать с вами, он будет создавать проблемы. Вот у меня, я говорю, семь детей, уже семь внуков, два правнука. Так вот, я со своими детьми не знал, не знал, что такое переходный возраст. Потому что в каждом возрасте нужно относиться к ним соответственно. и после 10-11 лет нужно к мальчикам и к девочкам относиться как взрослым, уважительно, называть полным именем и соответственно относиться. И тогда они, поверьте, они с вами будут на равных разговаривать, будут вашими друзьями, подругами, и все будет классно, с ними не будет проблем. Но если вы начнете их в таком возрасте, особенно если 12-13 лет станете учить, станете там что-то назидать, то здесь, конечно, будут проблемы. А что такое психическое рождение? Вот вы об этом часто говорите и нам в своих интервью, и в книге «Материнская любовь», да? Может ли человек вот до 50, вообще и в принципе даже не вопрос, а я знаю, да, очень много людей, кто и до 40, и до 50 лет ведет себя как ребенок? Почему только до 50? Расширяйте границы. Ну я не знаю, дальше у меня нет примеров. У меня много примеров. Взрослые дети, это довольно взрослые-дети, это довольно часто встречающаяся ситуация. И действительно, психическая незрелость это на сегодняшний день бич. Это самая большая проблема, самая большая проблема человечества, психическая незрелость. То есть, зрелых мужчин на сегодняшний день, ну, в возрасте вот тех же 50 лет, это, ну, процентов около 40. Около 40. 60% это незрелые, то есть, еще не состоявшиеся мужчины. Хотя ему уже 50 лет, хотя у него там есть дети и может даже внуки, но он незрелый как мужчина. Кстати, о женщинах тоже можно сказать. Женщин, правда, меньший процент, но тоже в таком же возрасте, 50-летнем, их там, у них зрелых чуть побольше, процентов на 20, их 60% зрелых, но все равно 40% это незрелые женщины. Так что зрелость, это вообще-то довольно редкое явление, оно очень важно, потому что незрелая личность не может полностью реализоваться, незрелая личность не может жить долго и активно, потому что накапливаются проблемы, незрелый человек, он, это носитель проблем, носитель проблем. И мало того, если бы он только сам был носитель, то он же их передает своим детям и внукам. А как психически, вот скажем, если у тебя есть ребенок, ну я не знаю, тебе там 60 лет, а у тебя 40-летний сын или там дочь, которая до сих пор ведет себя как ребенок, как сделать вот это психическое перерождение, чтобы заново родить уже зрелого человека? Вы знаете, это должен быть в первую очередь, я думаю, ну здесь не важно даже, кто в первую очередь должен сделать шаг, но кто-то из или родителей, или дети должны сделать первый шаг. В моей практике есть и такие, и такие примеры. Например, ко мне в академию приходит мать, пройдет обучение, проходит обучение, уже будучи на пенсии, проходит обучение, понимает, что она творила и почему у дочери или у сына такие проблемы, и она начинает, во-первых, заниматься собой, во-вторых, что-то им подсказывать, помогать, и дальше начинается процесс. То есть часто идет именно такой, от родителей, повзрослевших вдруг, в свои 60 лет, осознавших, что они, в общем-то, до сих пор были дети. Но в последнее время все больше молодежи включается в изучение этой темы, они чувствуют что-то не то в их жизни, какая-то реализация не та, какое-то торможение, какие-то препятствия в жизни. Ну, нет той полной реализации, какой они хотят, какую чувствуют в себе. Вот потенциал чувствуют, а реализации нет. Вот они начинают искать, а сейчас, согласитесь, можно найти все, что угодно, и в конце концов выходят вот на эту тропинку и начинают воспитывать свою зрелость. Ну, давайте вот, тема действительно очень важная, тема зрелости — это отдельная, вообще тема разговора даже, и ни одного часа, но я вам просто... Анатолий Александрович, а у вас есть онлайн какие-то занятия, где можно пройти это обучение и, может быть, решить свои какие-то вопросы детства? Конечно, конечно. Если я об этом скажу немножко позже, конечно, раз я в этом специалист, то я этим делюсь, обязательно делюсь, потому что я счастливый человек, и я хочу... А что такое счастливое? Это должно быть все счастливое вокруг, и пространство вокруг счастливое. Чем больше счастливых людей, тем не лучше. Поэтому я стремлюсь вот к такой мощнейшей, активнейшей экспансии своего счастья. Так вот, тест на зрелость. Тест на зрелость. Для мужчины. Что такое зрелый мужчина? Вот прям буквально можно по пунктам записать. Первое. Зрелый мужчина умеет трудиться. Умеет трудиться. То есть он умеет трудиться, зарабатывать деньги, и уметь ими распоряжаться. Это для мужчины обязательно. Мужчина же капитан семейного корабля, в конце концов, должен быть грамотным. То есть это первое. Второе. Он должен обязательно отделиться от родителей. Он должен жить самостоятельно. Как только вышел во взрослую жизнь, самостоятельно жить, он ни в коем случае не должен ни рубля брать у родителей. Ни в коем случае. Любой рубль, взятый у родителей, мужчиной, ну, сыном, это потери тысяч рублей. Понимаете? Тысяч. То есть такие пропорции. Он теряет очень много, если родители ему дают деньги. Поэтому отделиться от родителей. Это второе. Третье. Он должен понимать, зачем ему нужна женщина. Это не только сексуальные партнеры, это не только там мать, которая рождает детей ему, это не только домохозяйка, которая обеспечивает там быт. Нет. Это фортуна. Это богиня, которая творит его удачу. Которая вообще-то, женщины, по-настоящему женщины, они создают поток денежный в семью. Они создают поток. Не то, что зарабатывают, а не поток энергетический. А мужчина уже вот с лопатой стоит, значит, из этого потока делает деньги. Копает. Так вот, он должен понимать, для чего нужна женщина, относиться соответственно к ней. То есть вот это умение понимать, чувствовать женщину, понимать её значение рядом с собой, это тоже важный элемент зрелости. Третье. Четвёртое. Он должен быть профессионалом в семейной жизни. Профессионалом. То есть вот эта беда сейчас самая большая, потому что большая часть людей, 90 с лишним процентов, безграмотных семейных вопросов. Ну вот хотя бы мы взяли с вами систему ценностей, да? Кто вот ей пользуется? Безграмотных семейных вопросов. А мужчина капитан семейного корабля. А у нас 90 с лишним процентов мужчин безграмотны. И что это за капитан семейного корабля? Куда он поведёт корабль? Он не знает даже элементарных вещей. Он не знает экономику семьи. Деньги принёс и всё. Считает, что на этом всё закончилось. Он не знает многих вещей. Он не знает, как с женщиной общаться, как с детьми и так далее. А ведь капитан в таком случае уже не капитан. И поэтому мы часто видим на капитанском мостике семьи кого? Женщину. Женщину. Капитан шёл. А куда она рулит? Куда захочет, туда и поведёт свой корабль. Она хочет к детям. И она веет, крутит к детям. Вот и всё. То есть капитана нет на корабле. И женщина рулит туда, куда хочет. И чаще всего к детям. У нас женщины в Казахстане очень много посвящают именно обучению. Мы учимся, узнаём, как правильно воспитывать, как там мужчину привлечь. Как с ним жить, как не разойтись. Но в итоге, а мужчины как-то у нас, я не знаю, вот как вы говорите, ну, я у тебя есть, деньги зарабатываю, скажи спасибо и поехали дальше. То есть никто сильно вот эту семейную, как бы в семейном плане, то есть мне кажется, очень мало кто этому уделяет прям большое внимание. У нас мужчины в основном уделяют внимание работе своей. Да, это картина не только для Казахстана. Это типичная картина для России и для многих других стран. Действительно, мужчины очень мало учатся, хотя они самые безграмотные в вопросах семейного строительства. А ведь семья – это предприятие. Здесь есть и кадры, здесь есть экономика, здесь есть и социалка, маркетинг, реклама. Да, поэтому в семье надо уделять внимание не меньше, чем бизнесу. Тогда у тебя будет все окей и в бизнесе, и в семье. То есть мужчины этого не понимают и чаще всего вот отдают права на использование семьи жене. И на этом теряют многое. В первую очередь себя как мужчину. Она перестает удвожать такого, оценить такого мужчину. Деньги зарабатывает. Да, она сейчас может сама заработать. Иногда больше. Поэтому мужчина, который не профессионал в семейных отношениях, не котируется у современной женщины. И поэтому современная женщина говорит, а где мужчины? Мужчин-то нет. Мне тоже, когда вот так вот говорят, а ты не можешь просто полюбить хорошего человека? Я говорю, нет. Мне нужен. Знаете, хороший человек не профессия, должен быть профессионал, умнейший, да? То есть он должен... мозгом покорять женщин. Антон Александрович, в одном из интервью вы говорите такую вещь. Женщина с двумя высшими образованиями обречена на сложный путь к счастью. Шанс, что она сумеет построить счастливую семейную жизнь, очень... А, шанс, что она не сумеет построить счастливую семейную жизнь, очень велик. Разработанный ум, привыкший видеть несоответствие, заточенный на критику, это большое препятствие на пути гармонии отношений. То есть вы говорите, что такой женщине с двумя образованиями, умнейшей, у меня таких много подруг, шансов никаких нет, да? Нет, шансы всегда есть. Шансы всегда есть, только его очень мало. То есть не учиться, как бы более... такой глупой женщине, которая без образования, у неё шансов, значит, больше, чем как бы у умнейших женщин. А вы знаете, вы посмотрите на жизнь и очень часто увидите, что женщина, которая недалёкая, она устроена гораздо лучше в жизни, чем те, которые имеют по два-три высших образования. Ну, просто потому, что она вышла замуж в 18 лет, а эта девушка выбрала, там, не знаю, университет, профессию, пошла в магистратуру. Она пошла другим путём, только и всего. Польшое, что она хочет. Она же выбрала другой путь. Нет, а что шанс только есть, мысли там, до 25 хорошо выйти замуж, а потом уже всё? Вы знаете, вот мы сейчас с вами вопрос за вопросом затрагиваем основы вообще знаний о семейной жизни. И эти знания, они систематизированы. У меня разработано учение о счастливой семье. То есть о счастливой семье. Такого нет, не было в истории, чтобы поставили именно цель создать учение о счастливой семье. У меня нет семьи под названием семьи несчастной семьи. У меня нет такого. У меня или брак, ну, брак, который некачественный продукт, или семья, а семья обязательно счастливая. Так вот, в этом учении все эти элементы, из которых складывается счастливая семья, они разобраны. Вот вы спросили по поводу того, имеют ли у меня какие-то формы образования. Конечно же. Книги — это первый этап, это знакомство, это выход. Кому-то этого достаточно. Есть, которые четко срабатывают, у них все, что нужно, и они решают вопрос даже таким образом, через книги. Но кто не может, мы помогаем. У меня действительно есть Международная Академия Министерства Гарантированно. Представляете, заявить вот так, это довольно ответственно. Но я знаю, что я занимаюсь этим около 30 лет, поэтому... То есть у вас можно обучиться правильным семейным ценностям, правилам, да, то есть и после этого обучения, то есть ты будешь знать, как строить семью. У нас же, в принципе, этому нигде не учат, ни в школе. Конечно. А вы знаете, почему не учат? Почему? А потому что государству не нужны счастливые люди. Государству нужны управляемые люди. Государство говорит о крепкой семье, но под словом крепкая семья он не подразумевает счастливая семья. Потому что счастливый человек это свободный человек. Счастливая семья не нужна и религии, потому что счастливому человеку особо-то и не нужно идти в храм и там приносить даяние и так далее. Понимаете? Поэтому нет социального заказа на счастливую семью. и поэтому нигде не учат. Вот задумайтесь, но это действительно так. Я-то этот вопрос изучал. Ну, кстати, вот этот хороший вопрос. У нас вот я помню в школе основы естествознания были, да, такие уроки. Но вот что касательно семьи, у нас мы воспитываем своих детей, честно говоря, как нас воспитывали наши родители, да. То есть мы просто как умеем, так и воспитываем. Что-то где-то прочитали, вашу книгу прочитали там сразу, собрались, да, и немножко отошли от своих детей, отпустили их. Где-то еще прочитали, как-то себя по-другому ведем. Вот я бы пошла на это обучение с огромным удовольствием. Давайте вернемся к женщинам с двумя высшими образованиями. Что им делать? Какие есть шансы, так сказать? Вы знаете, шансы есть. И шанс совершенно открывается неожиданно. Очень просто на самом деле. Ну, представляете, вот, допустим, женщина с двумя высшими образованиями, что это такое? У нее очень сильно развит ум. Правильно? Правильно. Правильно. Вот. Там не обязательно даже иметь два высших образования, она может одно высшее образование, но такая умная, что с ней рядом мужчине просто неинтересно. Некомфортно. Некомфортно. Да, вот это все. Не, ну такая женщина может притворяться, что она как бы не в курсе темы. Нет, это здесь не притворишься. Это внутреннее звучание, она, знаете, у меня недавно был такой пример. Одна женщина, я ей помог, она вот раскрыться, там все, и она вот это вот, вот этот свой ум постаралась как-то его особо жестко не показывать. И у нее появился мужчина, иностранец, значит, и вот он ее пригласил, первое знакомство, и он там показывает себя, показывает, ну, понятно, там, он спустил хвост, все как полагается. Ну, он действительно достоин, мужчина, все, он ее привез там в какой-то музей, значит, в музей одного писателя и рассказывает о том, как он знает, историю, она взяла, она взяла и на память зачитала отрывок из книги этого писателя. И все. И она приехала, вернулась назад в Россию. Он испугался, вдруг он что-то не то говорит. Он просто, он просто понял, что он не может перед ней стать, ну, достойным, потому что она знает больше. Все, девочки, ничего не читаем, просто, просто молчим. Нет, 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 не так. Я за умных женщин, я за умных, но тех, которые становятся мудрыми. Потому что без ума мудрости не будет. А вот если ум есть и туда добавить любовь, тогда появляется мудрость. Поэтому я и говорю, умных много, а мудрых мало. Согласна. Вот это вот мудрость, вот это вот великое качество женщины, мудрость. Получается, мудрость, это ум плюс любовь равняется мудрость. Супер. Надо сказать. Простая формула. Простая формула. И вот как эту любовь раскрыть? А очень просто. Вы знаете, наверное, вы интересовались женскими качествами. Тем более, сейчас много об этом говорят и даже там учат разные школы, там раскрывают женские качества. Слышали, наверное, об этом. Так вот, большая часть женщин живет, применяя всего ну пять, шесть, семь качеств. Я специально исследовал женских качеств. Пять, шесть, семь. Качеств. Мужчины мужских качеств применяют чуть поменьше. Бывают три, четыре. Вот так вот. И вот на этом они стараются построить отношения. А вы знаете, сколько женских качеств вообще существует в природе? Более двухсот. И вот теперь посмотрите, что мы имеем? Мы имеем огрызок от женственности из семи качеств. и она хочет иметь рядом принца. И она хочет иметь все. А сама всего-навсего узкая в семь качеств уместилась. поэтому отсюда хорошее решение. 200 качеств это что за качества такие? Ум, мудрость, женственность, привлекательность, забор. Там много, там и сексуальность, там прочее, прочее, и кротость, и так далее, нежность, ну и так далее, и так далее. Ну, откройте интернет, запросите, женские качества, вам вывалятся списки этого всего. Добра. Главное, что списки-то есть, но применяющих их мало. Так вот, я, мы снова все-таки доведем вопрос с женщинами с двумя высшими образованиями. Да, то есть, я им советую, чем умнее, тем больше нужно раскрыть женских качеств. Каждое высшее образование это плюс 20 качеств. Вот, еще получил, еще 20 качеств раскроем. То есть, нужно все время как-то на чашу весов тот новый магистратура, докторантура добавляет женские свои качества. Обязательно. 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 И, причем, женские качества должны идти впереди даже немножко, впереди. Развивая их, и тогда подтянется все остальное. Понимаете? Столько работы предстоит. И так не легко. А вот, посмотрите, вы правильно отметили, дело в том, что после окончания школы женщинам вообще-то надо заниматься не карьерой, а раскрытием вот этих вот всех своих женских качеств, женского состояния. Мы как-то с женщинами сидели и составили список и объем вот всех этих навыков и умений женских, и оказалось, что это минимум институтский курс института. То есть, минимум 5 лет надо заниматься, причем так вот интенсивно, чтобы в конце конца стать супер женщиной. Но я заметила эту тенденцию, знаете, Анатолий Александрович, у нас есть, у меня, по крайней мере, есть подруги, которые вообще никогда нигде не работали, да, то есть, они учились, может быть, ну там, как все, да, школа, университет, но всю жизнь она раскрывает свои женские качества, да, и имеет абсолютно все, что имеет женщина, которая всю жизнь пашет и пашет, кто-то с утром, и кто-то там. Иногда даже имеет больше, чем 100 женщин, которая пашет. У меня очень много таких подруг. Иногда естественно. Анатолий Александрович, давайте поговорим о людях, которые годами могут носить в себе обиды. У меня был эфир Шамиля Маляуддиновым, вы его знаете, наверное, имам московской мечети, и он говорит, что ислам в Куране написано согрешил, искренне раскрайся и иди дальше, да. А у нас ведь люди, не знаю, они могут действительно вот там, когда-то кого-то обманул, когда-то кого-то предал, я не знаю, там развелся, что-то еще. И человек может вот просто ходить, и мне кажется, вот обиды, они же могут съесть человека просто. обида это, вы знаете, она не первопричина, не первопричина, поэтому с ней трудно бороться, потому что человек пытается бороться с обидой, но что бы он ни делал, хоть головой об стенку стучись, но она вылазит и вылазит, вылазит и вылазит. Дело в том, что причина-то глубже. самая основа вот обиды, основа, энергия, откуда возникает обида, это ложь. Это ложь. Энергия лжи, есть такое понятие, энергия лжи. То есть, в человеке очень много энергии лжи, и она может одеваться в самые разные одежды, в том числе в обиду. На самом деле, это ложь. Ложь перед самим собой, ложь другим. То есть, если ты честно будешь разговаривать сам собой, честно будешь самим собой, то тогда у тебя не будет никаких обид, не будет зависти, не будет каких-то других отрицательных качеств, потому что ты их на корню будешь ловить в себе, ощущать их. О, вылезла подруга, обида, ты чего это? Что я? В чем ты? То есть, человек находит в себе причину, если он честен, вот честность, это величайший инструмент для развития личности, честность. Вот в нашей академии честность, это вообще, знаете, ну, это первое качество, которое мы воспитываем в любви. И когда человек честен самим собой, не надо там об этой честности, там, правду матку, прочее, нет, ты честен сам собой, ты регулируешь все вопросы жизни, тебе не нужен ни психолог, тебе даже не нужны книги, ты все отлавливаешь сразу, сходу, прям ловишь, как говорится, на лету, меняешь ситуацию и все. То есть, вот, самый лучший все-таки, самый лучший инструмент это честность. А основа обиды это ложь, ложь самому себе в чем-то. Что ты, что ты хочешь скрыть, что ты, где-то показаться хочешь лучше, там, чего только не придумаешь, обвинить кого-то, это тоже ложь, ну, и так далее, и так далее, понимаете, то есть, все измеряется количеством энергии лжи. У нас даже такой есть тест в академии, мы проверяем человека на честность, и это не ретектор лжи, нет, все гораздо проще. И человек сам себя может протестировать. Так вот, и когда он выходит на высокий уровень честности, тогда все вопросы решаются, все легко вопросы решаются, он четко видит саму задачу, он видит причину. Я еще хочу вам сказать, как журналист, честность еще обезоруживает твоих, ну, скажем, недоброжелателей, да, когда ты, например, если человек что-то знает о тебе, и он тебе, ну, то есть, он держит это как какой-то компромат, да, если ты можешь просто первый выйти и сказать, да, такой, камин аут, да, да, было в моей жизни такое, и все, и все, и ты обезоруживаешь просто всех своих врагов. И все рассыпается, вся конструкция рассыпается. То есть, вот поэтому самое лучшее средство от обиды это стать честным с самим собой. Вы знаете, начните, аудитория наша, вот, женская аудитория, ну, кстати, мужчинам тоже, кстати, мужчинам тоже, стоит сегодня, вот после нашей встречи, уединиться, встать перед зеркалом, раздеться до нога, покрутиться и посмотреть, а что же у меня лишнее, а что же у меня не хватает. То есть, и составить список, что же мне делать, чтобы у меня чего не хватало, не хватает было, а что и лишнее убрать. Начните с этого. Это будет важный шаг к честности. Вы научитесь, не просто вы станете здоровее, активнее, там, прочее, 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 вы еще и станете честнее. Супер. Мы к вам подошли еще одному вопросу, интересному, да, у меня тоже через три года сорокалетие, и вот в одном из интервью, я читала очень много ваших интервью, вы говорите, роковых сороковых. Я знаю, что вот многие у нас в Казахстане тоже не отмечают сорокалетие, да, насколько я знаю, вы и сами, да, столкнулись, у вас были проблемы со здоровьем. Вот как подготовиться к этому экзамену жизни? Что такое сорок лет? Ну, самая лучшая подготовка, это вот вы мне напомнили, это в нашей академии, это мы гарантировать готовим человека, ну, а самый лучший репетитор это я, наверное. Все, я с вами должна подготовиться к своему сорокалетию, я не хочу никаких экзаменов. Да, вы знаете, эти экзамены, на самом деле, это не я придумал, конечно, я просто это отследил, увидел, да, это на виду, посмотрите на знаменитости, по ним даже можно судить, статистики такой нет, вот сколько погибает человек в районе 39-42 года, вот эти три года, а вообще, если бы статистика была, все бы ужаснулись, но даже по тем знаменитостям, которые там, и Джон Леннон, Джон Досен, Высоцкий и прочее, 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 море, то есть это все уходит именно в этом возрасте, и причем талантливые уходят, как правило, то есть кому много на нос, того многое спрашивается, это серенький может переползти, как-то на троечке сдать, там, экзамены переползти, этот рубеж, а вот кто поярче, у кого потенциал большой, который пришел с серьезными задачами, с него спросится серьезно, но Вы знаете, я сейчас немножко дам пошире этот вопрос, а потом отвечу, как все-таки пройти этот экзамен легче, есть второй экзамен, это первый экзамен, второй экзамен в 60 лет, так вот в 60 лет есть статистика, пенсионный фонд у нас очень строго все отсчитывает, они видимо знают, так вот в 60 лет, в районе 59-62 года, уходит из жизни 60% населения, это второй экзамен, второй по силе экзамен, вот это два мощных экзамена, которые сортируют людей, кто готов дальше идти, кто не готов, поэтому у людей такое вот мистическое отношение к 40-летию, что оно действительно может выбить из седла, как говорится, так оно и есть, почему? Простой механизм, к 40 годам человек должен быть психически и духовно быть зрелым, то есть он должен состояться как мужчина, как женщина, и еще и духовным быть, то есть помните, вот пророк Иисус, в 33 года у него было крещение, так вот действительно, нужно пройти духовное крещение до этих 40 лет, стать духовным, открыть небеса, как я говорю, то есть открыть небо, не только земными делами заниматься, но понять, что человек существо и божественное еще, то есть вот это вот, и включить это не просто узнать, а включить это в жизнь, так вот психическое и духовное рождение, вот это вот как раз имеет шансы пройти экзамен хорошо, кстати, сейчас вспомнил, знаете что, мы же не сказали тест для женщин по зрелости, мы мужчин-то назвали, а тест на по женщин, коротко, я буквально несколько, это коротко скажу, женщина должна решить первое, это вопрос с родителями, построить очень добрые, уважительные, равные отношения к родителям, равные, то есть к отцу и матери должно быть обязательно равные отношения, ни в коем случае одного ни выше, ни ниже, иначе получается одна нога короче другой, ты инвалид, понимаете, вот это вот очень важно, А к скольких годам женщина должна выстроить правильное отношение с родителями? Ну, к выходу из школы уже должно быть хорошее отношение, вообще лучше с детства, конечно, но если уж так затянулось, то к выходу из школы, то к выходу в самостоятельную жизнь нужно иметь обязательно хорошее отношение с родителями, иначе жизнь пойдёт кувырком. А если у кого-то родители уже ушли к этому времени? А не имеет значения, у нас же здесь всё, в памяти нашей. Простить, да? Если вдруг какие-то есть обиды. Попросить прощения. Попросить прощения. Чаще всего это нужно. Так вот, простить это мало, а попросить прощения, вот это более глубоко. Так вот, второй момент, женщина должна раскрыться, как женщина, развить вот эти женские качества, стать женщиной, то есть максимально раскрыть все свои женские качества. Это её второй шаг к зрелости женской. Дальше. Она должна уметь строить отношения с мужчинами, любить, уважать, ценить, и уметь строить с ними отношения. Дальше. Она должна иметь обязательно знания и материнство, Знание материнства. То есть, не надо, ой, я беременна, вы что делаете? То есть, она должна все это знать. Все это знать. И следующий момент. Женщина – это министр культуры семьи. То есть, культура во всем, в полном объеме, в широком смысле. Это культура поведения, культура питания, культура здоровья, культура интерьера, культура жизни, культура секса. Все, у нее все. Да, Анатолий Александрович. Вот этот набор уже дает женщине право быть зрелой. И обратите внимание, здесь не говорится ни о какой деятельности, ни о каком профессионализме и так далее. Потому что потом, когда она вот станет такой классной женщиной, потом она может быть кем угодно, потом она может получить любую профессию, хоть 10 дипломов. Потом. Ну, а если ты к 18 годам уже раскрылась как женщина, у тебя прекрасные отношения с родителями, то, в принципе, я думаю, что и в 18 лет можно заниматься уже карьерой, обучением. Я все-таки за то, чтобы женщины были умными. Даже если шансов встретить мужчину становится меньше. Вы знаете, я не согласен с тем, что возраст определяет вероятность встречи с качественным мужчином, а состояние женское. Поэтому это однозначно. Я уже столько помог с таким женщинам встретить свою пару, что этот вопрос знаю очень хорошо. То есть, если женщина готова, если она помимо своего обучения раскрыла все свои женские качества, вот самое главное, перечислите нам 5 женских качеств, которые мы должны раскрыть, чтобы встретить любовь в своей жизни. 5 мало, 5 мало, 30 надо. Боже мой! Хорошо, давайте 10 назовите. Нет, вы знаете, давайте я вам лучше, я не буду перечислять качества, а я дам методику, по которой женщины могут с сегодняшнего дня прям начинать. Давай. Я быстро ее дам. Значит, смотрите. Вот сегодня вечером, после нашей передачи, составьте список из 30 женских качеств. Запишите их в телефон, в заметках, столбиком, вот сейчас прям столбиком, запишите 30 женских качеств. Туда включите нежность, туда включите кротость, туда включите масштабность, культуру, ну и еще там, еще 26. Вот 30 качеств составили. Дальше. Сегодня вечером выбираете любое качество и говорите, завтра я проживаю такое-то качество. Заявляете миру, что вы проживаете такое-то качество завтра. И мир за ночь будет все готовить для того, чтобы вы это качество прожили. Но вы еще перед этим, перед сном, почитайте в интернете, в Википедии или где, прочтите, а что это качество означает. Даже если вы знаете, все равно прочтите. Должен запуститься процесс работы. Я за умных женщин, которые становятся мудрыми, которые не останавливаются на своем уме, а раскрывают сердце. Вот это качество позволяет раскрыть сердце, раскрыть вот ту любовь, и появляется мудрость. Чем больше в женщине раскрыто женских качеств, тем более она мудра. Так вот, и завтра весь день отслеживайте это качество. Отслеживайте. Вечером подведите итог и вот в этом столбике качеств, против этого качества поставьте оценочку. Там по 5-балльной шкале. Ну там 3, 4, 5 поставили. Выбирайте следующие качества, заявляйте, читайте. Многие наши телезрители, подписчики, кто сейчас нас смотрит, мужья будут в шоке, если женщины будут проживать, там, я не знаю, суперзаботы, да? Нежность. Супернежность. Весь день мужчина думает, что происходит. А это Анатолий Некрасов. Только на меня не ссылайтесь. Мужчины все-таки другого мужчину воспринимают не так. Анатолий Александрович, я хочу присоединить сейчас наших подписчиков. Нас сейчас смотрят более 2 тысяч людей. Пусть у них тоже. И плюс у нас сегодня вот мне писали под моим постом вопросы, причем такие серьезные. Сейчас. Как быть, вот, Анатолий Александрович, как быть, если меня единственного ребенка перелюбили, все дозволяли. В итоге я чувствую себя никем, и когда прошу любить не с фанатизмом, но кого-то другого, мои слова просто отрицают. Ну, это говорит уже взрослый человек, наверное. Да. Вы знаете, я буквально два слова скажу по поводу этой практики, чтобы была завершенная. Проходит месяц, вот 30 дней. Почему 30 качеств? 30 дней 30 качеств. Вычеркиваете все те качества, которые на 4 и 5. И вместо них вписываете новые. И еще месяц. Вычеркиваете на 4 и 5. И еще месяц. Три месяца. И, знаете, девочка на выданье. Все хорошо. Все. Анатолий Александрович, будем вас на свадьбу приглашать. Готовьтесь. После карантина. Сколько уже, сколько уже всего. Сколько свадеб от Гулина. Так вот, по поводу этого вопроса. Здесь, вы понимаете, когда так глубоко заложены вот эти все моменты, о которых мы говорили, которые создают проблемы в жизни, то нужна глубочайшая перестройка мировоззрения. Многих аспектов жизни. Многое знание нужно поменять у стереотипов, установок. Поэтому здесь разовой какой-то таблеткой не обойдешься. Здесь нужен системный подход. Поэтому я снова возвращаюсь к Академии. То есть такой длительный процесс. А мы 9 месяцев. 9 месяцев занимаемся. Человека сопровождает преподаватель и выстраивает всю его композицию жизни. Вот только тогда можно поменять все. То, что так, говорю, разовой какой-то таблеткой. Ну, прочитайте книгу «Материнская любовь». Ну, там для женщин еще. Анатолий Александрович, а если вот к вам записаться, как можно в Академию? А очень просто. В интернете можно по-русски прям набрать сайт Анатолия Некрасова. И там все. То есть можно пройти... Ну, 9 месяцев так долго нужно учиться, да? Да. Это задание. Получаешь на месяц задание. С преподавателем общаешься, переписываешься. Он помогает. Выполняет все на... Это все на жизненных ваших примерах, на конкретной вашей жизни. Вы учитесь в процессе прям жизни. И это гарантирует. Это гарантирует. Вы знаете... То есть 9-месячный курс, получается, там можно и с семейным основ... То есть основе успешной семьи, да, научиться. Да, конечно. И переработать, пересмотреть свои какие-то ценности неправильные, вот решить вопросы. Да, да, да. Ну, весь комплекс, да. Это 7 месяцев мы получаем счастливую личность. И женщину счастливую получаем. Слушайте, ну, это очень... Вот мы же учимся, знаете, разным профессиям, да? Мы столько инвестируем в свои новые знания, столько книг покупаем, на тренинги ходим. А вот что касается семьи, это же основа вообще. Ты каждый день, извини меня, с коллегами своими не кушаешь, там, я не знаю, не просыпаешься утром, да? То есть ты не живешь с ними. То есть самые главные люди – это твоя семья. Александр Александрович спрашивает. У меня проблема с сыном, старого выше мужа, и он теперь непослушный растет. Что делать? Ну, мы уже говорили с вами о том, если дома есть сын, то женщине нужно быть максимально в женском состоянии, когда он повернется к вам, тогда он начнет уважать, тогда начнет слышать. То есть быть женщиной рядом с сыном, начиная буквально с пяти лет, чтобы он чувствовал, что мама – женщина. И вот тогда он будет просто, он будет расти, мужать и будет говорить, мама, я, я, я. Я, кстати, интуитивно это вот чувствовала тоже. Я вот своему сыну всегда, ему 15 лет будет, вот 4 мая, я всегда тоже, когда что-то не знаю, я как ребенок, как маленькая девушка, я говорю, я не знаю, что делать, помоги. Я вот реально не знаю, как что-то там в интернете или в компьютере, вот все делает он. Супер. Вот это вот, и как можно чаще дома должно звучать слово мужчина. Ты же мужчина, ты классный мужчина, ты будешь мужчиной. То есть мужчина, это, знаете, ключик, раз, 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 несколько раз в день произнесенное слово в адрес сына, что он мужчина, это будет кап, 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 и он будет мужчиной. Супер. Анатолий Александрович, спасибо вам большое, что вы такой умный, мудрейший человек. Тут пишут, Динара посмеялась от души за женщин с двумя образованиями. Я в разводе поступила на магистратуру, опять выбрала другой путь. Что ей делать? Бросить все? Да нет, не обязательно бросать, я же говорю, ускоренно заниматься женскими качествами. Вот эту практику, которая ей дал, прям ее в первую очередь, в первую очередь. Есть ли у вас курсы для девочек, вот спрашивают, для 15-летней девочки, потому что все-таки важно, ладно мы жизнь прожили, как говорится, а вот для девочек, которые сейчас только вступают на этот путь взрослой женщины, вот хочется их подготовить. Знаете, если у нас самое раннее, по-моему, обучалась эта 17-летняя девочка, девушка, то есть это, я думаю, и 15-летняя, если она уже ставит такой вопрос, то, может быть, даже она готова, может быть, стоит попробовать. Мы тогда особое внимание обратим, и, возможно, это будет классно, изначально выйдет в жизнь супер-женщина. Но вообще, в большей степени, конечно, мы занимаемся взрослыми, потому что, если ко мне хотят прийти с ребенком, с проблемами ребенка, то я говорю, сначала придите сами, я разберусь с вами, а потом уже ребенка, потому что дети это все-таки следствие вашего состояния, вашего воспитания, вашей жизни. Спрашивают, если дочку воспитывала в строгости, это хорошо или плохо? В строгости можно, но обязательно в уважении к ее женской сути, к женственности, подчеркивать, хвалить ее за женские какие-то штучки и так далее. То есть, она должна, вообще-то, женщина, девушка, она должна чувствовать любовь и уважение к себе обязательно, и радость она должна ощущать как можно больше. Мужчина может как-то перетерпеть там что-то, а вот женщине нужно вот эти позитивные эмоции, обязательно нужно. Поэтому я бы строгость, ну, заменил строгость все-таки большим уважением, любовью, лаской. То есть, женщины – это тонкое существо, и я советую тонко обращаться с женщиной. Да, я тоже так считаю. Цветок. У меня дочь, я тоже с ней, я ей всегда говорю, Диана, тебе можно все. Антон Александрович, один момент. Знаете, вы сказали фразу, которая является моим девизом. Женщине можно все. Антон Александрович, я не зря с вами в прямом эфире, потому что, вот я не знаю, интуитивно я как-то дочи с самого детства говорю. Когда она мне задает вопрос, мам, можно? Я говорю, Диана, запомни, тебе можно все. И она всегда говорит, мам, мне можно все? Я говорю, да. А можно я там конфетку поем? Я говорю, ешь. Антон Александрович, вот такой вопрос. Три месяца назад потеряли старшего брата, ему было 61 год. Он не был женат, никогда, хотя женщины, женщин, желающих выйти за него, были. Он был уважаемым человеком, проработал 41 год учителем. Жил в деревне с мамой, глухонемым братом. Маме 81, очень любила старшего брата, и она сейчас не может прийти в себя до сих пор после ухода сына. Что делать? Ну, вот эта классическая ситуация, описанная в книге «Материнская любовь». Если задавший вопрос не читал эту книгу, прочтите, пожалуйста, и там написано, что делать в этой ситуации. Это классика, это вот то, о чем мы с вами говорили, что дети, когда дети уходят вперед родителей, неважно в каком возрасте, это как раз ищите проблему в избыточном материнском чувстве. Что, как делать, это все в этой книге. Не будем сейчас время... Анатолий Александрович, а где купить ваши книги сейчас? Мы-то вот, кто раньше покупал, это мы еще с тех времен покупали, а вот сейчас где приобрести? Ну, в Казахстане есть мои книги, в книжных магазинах есть, я знаю, можно по интернету спокойно выписывать, доставляют в любой регион, и в том числе и в Казахстан доставляют мои книги. У меня сейчас много новых книг, советую прочитать книгу «Пробуждение женщины». Это очень интересная книга. Там, ну, это вообще стоит об этом отдельно говорить, но не буду. Прочитайте. И вам советую. У вас есть еще одна книга интересная «Материнские путы». Вот я ее не читала, тоже очень многие рекомендуют. А это, знаете, это как «Мать и дочь». Это две книги, они похожи с одной стороны друг на друга, потому что «Мать и дочь». А с другой стороны, это две разные женщины. Это путы материнской любви, это на тот случай, когда есть трудности в отношениях матери-дочери или дочери-матери. То есть вот это на этом акцент. Там больше именно в сторону вот «Мать и дочь». Но для многих это тоже очень важный момент, поэтому ее и советую. Я закажу сегодня пробуждение женщины обязательно и запишусь на ваш девятимесячный курс. В общем, буду, так сказать, готовиться. У меня спрашивают, а если не хочешь замуж, это нормально? Нормально для ненормального. В общем, ненормальные женщины, которые не хотят замуж. Простите меня, милые женщины, за такой каламбур, но в нем есть суть. В чем дело? Потому что в природе вы же пришли сюда женщиной, вы же не бесполой пришли. Вы пришли для решения определенных вопросов именно в женском теле. Поэтому, извините, надо это реализовать. Надо это раскрыть и реализовать. А почему не хочу? Потому что вы еще не готовы, вы еще не созрели к семейной жизни, к созданию пары. Поэтому, пока только, по этому слову, ненормальное здесь заменю, просто не готовы к семейной жизни женщины. Они так и говорят. Некоторые даже вышли замуж, развелись, это в 2-3 раза. И говорят, нет, все, я больше не хочу. Они просто до тех пор, даже имея 3 замужества, они не готовы к семейной жизни. Только и всего. Вот эти вот, вот эти наш курс, он, конечно, все это раскрывает, все показывает. Анатолий Александрович, очень многие просят повторить с вами еще раз выйти в прямой эфир. Если вы не против, может быть, через неделю мы как раз прочтем, подготовимся, запишемся на курсы. Как у вас со временем? Да, Динар, ну, если у вас будет интерес, аудитория, можно любой вопрос поднять. Я в этом, да, много чего прошел, в жизни испытал. То есть у меня практически на все случаи жизни есть собственные примеры. Я уже не говорю о том, что я слышу в консультациях и так далее при обучении. Знаете, вот сейчас, Динар, я такой момент, и пользуясь случаем для вашей аудитории, хочу сказать, сейчас же вот эта проблема существует с этим вирусом. И эту проблему, я тоже в нее включился, потому что я за счастливую жизнь. Помните, я говорил же, я счастливый человек. Да, да. Так вот, как можно быть счастливым, если есть такая проблема, есть такая болезнь? Дело в том, что нужно повышать иммунную систему. И я разработал интересный курс по повышению иммунной системы где-то раз в 10. То есть настолько мощный курс, вот у меня сейчас первая сотня прошла, такие результаты мощнейшие. Понимаете, происходит очищение родовых проблем до седьмого колена. Реально, до седьмого колена. То есть вообще вот я просто пользуюсь случаем, почему? Я бы так об этом не говорил, но сейчас время такое. Нужно срочно повышать свою иммунную систему, чтобы гарантированно не болеть, чтобы гарантированно ты не боялся вот этих проблем, которые сейчас существуют. А сколько дней этот курс проходит? Он идет три недели. Три недели. То есть это что, как поднимать иммунную систему? То есть это какие-то пить витамины или что? Нет, нет, нет. Это энергетические практики, это на уровне сознания, это работа с вилочковой железой, с тимусом, потому что он отвечает за иммунную систему, его очищение, активация. Дело в том, что в тимусе такая существует вещь. Тимус к сорока годам он теряет две трети своей защитных функций. Почему после сорока начинается еще много проблем? Потому что тимус практически, ну, одна треть от него остается. А в 60 лет он вообще полностью умирает, как правило. То есть перестает быть активным. То есть защитные функции исчезают, и все. И человек, как говорится, всем витрам открытый. Я научился вот этот тимус активировать до такой степени, как у ребенка. То есть он молодой, активный, поэтому можно не бояться никаких вирусов. ВИЧ, прочее, все уходит. Представляете, вот такая вот мощность иммунной системы. То есть это получается вот за счет чего? Это дыхание, это медитация, что это будет? Это работа с сознанием. Помните, мировоззрение, то есть нужно выстроить сначала мировоззрение, обратить на него, не разобраться, что это такое, механизм понять, как он вообще это исцеляет, и помочь запустить этот энергетический, запустить, мы на уровне мысли, сознание, запустить механизм активации тимуса. То есть поменять свое мировоззрение, мысли, очиститься, да? Да, да, да. У нас же сейчас, как раз, Анатолий Александрович, у нас же сейчас пост идет, Рамадан. У нас, мы как раз сейчас очищаем свой организм, да, то есть мы с утра до вечера не едим, то есть у нас пост в 8.30 открывается. Ну, у вас хороший пост, он все-таки только в темное время, можно все-таки покушать. Да, воды попить. Да, а я, я, например, вот если возвращаясь к здоровью, я, например, проходил разные посты, в том числе 45 суток только на одной воде, 45 суток. Без еды? Без еды на одной воде, то есть я такое проходил. Так что для меня эти темы очень хорошо знакомы, и когда, мне же сейчас 70 лет, вот. Вы шикарно выглядите, кстати, 70 лет. Ну, сапожник должен быть сапогами, это для меня обязательные условия. Так вот, и когда я решил родить дочь в 64 годах, я решил родить дочь, вот, я тогда свое тело готовил, и вот я тогда почистил себя, и так далее. А как записаться на этот курс? А тоже все, на сайте все есть. Сайт Анатолия Некрасова, или как называется сайт ваш? Просто сайт, набрать по-русски, сайт Анатолия Некрасова. Сайт Анатолия Некрасова, у меня сейчас батарейка села на этом ноутбуке, сайт Анатолия Некрасова, и вот получается трехнедельный курс очищения мыслей, головы. Он называется генетическое здоровье, он называется генетическое здоровье. Супер. Пройти. В общем, Анатолий Александрович, у нас столько желающих тут пройти ваш курс, я думаю, мы все запишемся, и, друзья мои, в общем, нам нужно работать, благодаря карантину столько инсайтов, вообще столько информации полезной, важной. Такое ощущение, что нас просто Бог специально остановил, чтобы мы сейчас все переносутились. Конечно, конечно, Вы знаете, Динара, я учитываю то, что вы действительно активно трудитесь над собой, и благодарен вам за то, что вы довольно грамотно ведете свою позицию относительно детей, я хочу вам подарить вот этот курс. Спасибо. Да. Благодарю вас. Спасибо большое. Вот это генетическое здоровье. Пройдите его, и у вас не будет вообще никаких проблем. Ну, вы просто попробуйте, посмотрите. Если не понравится, вы мне напишите, я тогда буду его переносить. Нет, вы что, я очень такие вещи люблю, вы знаете, я всю жизнь, сколько себя помню, я всю жизнь прокачиваюсь, я все время учусь, и я все, что вот вообще в тренде, вот вашу книгу «Материнская любовь» я прочитала еще в конце, ну, где-то нулевых, да, то есть в четвертом году если она вышла, в пятом году у меня сын родился, вот я ее где-то чуть позже прошла. Супер, мы вовремя все сделали. Да, Антон Александрович, спасибо вам большое за эфир, спасибо за курс, я обязательно его проведу, друзья, девочки, девочки вам пришлю ссылку, и вы, пожалуйста, можете. Друзья, присоединяйтесь к нам, и давайте запишемся на девятимесячный, да, курс по, ну, это, кстати, вот действительно, я бы на вашем месте уже к министру образования России подошла, и предложила бы просто вести урок, да, урок, у нас же есть математика, физкультура, урок семьи. Вы знаете, Динара, здесь две минутки уделю. Да, 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 конечно. У нас довольно костная система образования, у вас в Казахстане даже лучше. Мои книги легли в основу вашего предмета самопознания. Вы знаете этот урок? Да, 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 да. Нет, нет, вот он создавался и там использовались и мои книги. Кроме того, в Астане существует институт семьи, который готовит преподавателей для... Вот это тоже я его курировал, его создание. То есть, в общем-то, Казахстан у меня очень тесные связи. И вы знаете, очень интересно у меня было... У меня, вообще Казахстан меня, можно сказать, направил на этот путь. Я даже тогда этого не знал. Еще в молодости я был на курсах повышения квалификации в Алмате. Я электронщик. Ну, вот курсы в одном институте, при одном институте мы проходили эти курсы. И нас, ну, как... Мы взрослые, но тем не менее, мы как студенты там. И нас в группу отправили на Копчегайское море. А там тогда только раздавали участки. Был в совершенной пустыне. И вот институт поставил там несколько домиков и нас послали на день, чтобы мы там в этих домиках провели проводку. Нас долго везли на машине, завезли в эту пустыню, на берег. Мы там за несколько часов сделали эту проводку. Посидели, поели, ветером за нами должны приехать, не приехали. И не приезжали неделю. Это ужасно. Представляете, яркое, мощное солнце летнее. Да. Пустыня, ни деревца нет. Раскалённые домики, в которых не спрячешься на жаре. И мы из газет наделали на пилотки и сидели весь день в воде. Вот так вот. Сидели в этом... Только это не море, а водохранилище. Ну да, но его называют Копчегайское море, я понимаю. Да. Местные жители её называют морем. Море, да. Океан. Да. Так вот, это было моё посвящение, можно сказать. Это вот крещение, можно сказать. Я вот просидел там неделю без еды и в воде, прогретый солнцем. После этого, наверное, у меня что-то и произошло. Антон Александрович, ну, представляете, у вас даже обиды нет на нас, казахстанцев, за то, что вас так на неделю оставили. Какая обида? Вы что? Это же так интересно. Спасибо большое. Вы человек-легенда. Я, честно говоря, просто очень счастлива, когда у меня начала списываться с вашим менеджером. Я до последнего не верила, что у меня будет эфир с Анатолием Некрасовым. Вы человек-легенда. Вы после себя оставляете такое благое дело. И ваша книга, представляете, «Материнская любовь», изданная 16 лет назад, до сих пор актуальна. Это как нужно написать книгу, что 16 лет она продаётся? Да, она пересдавалась уже раз в 50, наверное, пересдавалась на 8 языках, поэтому эта книга действительно много чего доброго принесла людям. Я знаю это, да. Это вообще настольная книга для каждой семьи, я считаю. иначе будут проблемы. Спасибо большое, Анатолий Александрович. Я спешусь с вашей помощницей и надеюсь, что мы с вами через недельку ещё вернёмся в прямой эфир и поговорим на другие темы. Благодарю вас. Спасибо большое. С нами сегодня был... Мне очень понравилось с вами. Благодарю. Спасибо. С нами сегодня был Анатолий Некрасов. Девочки, записываемся на курс «Генетическое здоровье», да? Да, да, да. «Генетическое здоровье» и на 9-месячный курс. Давайте все, девочки, прокачаемся хорошенечко и всё, и решим все свои семейные проблемы. Тем более мы сейчас... Мы тем более сейчас 50% у нас скидки на все. Мы в Бельгии из-за кризиса сделали 50% скидки на время кризиса. Спасибо. Хорошо. Я благодарю вас. Спасибо. Мне очень понравилось. Поклон. Вы где? В Астане или в Калматы? В Нур-Султане. У нас Астаны уже не существует. А, прошу прощения. Да, конечно. В Нур-Султане. Я уже был в Нур-Султане. Я просто соговорился. Да, конечно. Ничего страшного. Мы сами так говорим. Поклон. Поклон Нур-Султану как городу и поклон Нур-Султану как личности. Да, спасибо большое. Спасибо. С нами сегодня был Анатолий Некрасов, девочки, и я сейчас буду просить помощницы, чтобы у нас еще был эфир. Всем спасибо и до свидания. Спасибо. Благодарю вас. До свидания. До свидания.